всем привет друзья на ваших экранах орхидейка которую мне дали на восстановление она потеряла совсем тургор листики все у нас вяленькие она цвела выпустила бутоны и начали пропадать резко бутоны так как у нее в грунте отсутствует корневая система сейчас вам покажу это мне ее так отдали ее родной горшочек она в этом горшок в кашпо стояла и сейчас мы вытащим горшочек ее родной я так поняла и сейчас вам покажу смотрите название орхидейки dragon если найду в интернете фотографию ставлю вам посмотрите и я заметила что здесь очень влагоемкий грунт мне кажется посажена в торф орхидейка поэтому она резко начала пропадать вянуть и листья и пропадание корневой системы потому что полностью отсутствие смотрите вот я прокручиваю вот полностью сгнил корешок замок она замокла она мокрая вся орхидейка сейчас мы ее вытащим горшочка и посмотрим на ее корневую систему потому что нужно грунт менять полностью и просушить орхидейку вытаскиваем палочку и вытаскиваем орхидейку ну как я и думала что у нее пропали все корешки очень жаль все сгнили какой-то грунт посажен перлит здесь наверху только кора была вот такие кусочки лежали и все внутри я даже не пойму что что это за грунт песок какой-то ну вот как-то вот даже земля здесь боже такой грунт я вижу первый раз смотрите земля вот куски земли такое первый раз вижу конечно в такой орхидейку не садят сколько я знаю за свой период за три года такое первый раз вижу земля реальная вот реальная земля ну ладно будем спасать нашу орхидейку так освободили орхидейку ее я позже опрыскаю препаратом от насекомых вредителей потому что горшочки видела насекомых ну жалко орхидейку конечно корешки тут есть неплохие я некоторые оставлю все остальные вот эти гнилые будем убирать ее надо промыть потому что тут земля орхидейка в земле было надо промыть корешки и так орхидейку я промыла под проточной водой тепленькой и теперь могу с ней работать смотрите здесь есть живые зелененькие корешочки сейчас мы обрежем ненужные корешочки вот здесь вот есть надломчик я по она по этому надломчику режу оставляю немножечко вот такое вот ну как чуть-чуть засушенного но он живой этот корешочек дальше чтоб инфекция туда не попадала я не режу дальше вот вот этот мой корешочек можно снизу отрезать вот этот сейчас по обрезаем все корешки которые мертвые уже которые не функционируют есть корешки которые хорошенькие мы их оставим орхидейки для ее дальшего восстановления вот так мы обрезаем наши корешочки здесь корешок вот здесь вот так вот обрежем и смотрите здесь он дальше пустой обрежем вот так так этот корешок вот этот корешок они все пустые могут конечно в дальнейшем при восстановлении орхидейки некоторые корешки также пропасть могут листики нижние отжелтеть орхидейка это ничего страшного два три листика она может потерять так смотрим этот корешок убираем вот этот уже здесь пустой совсем они в земле были я попыталась хорошо отмыть землю убрать так зачищаем хорошо наши корешки это орхидейка охотлива к цветению я смотрю что у нее много цвета носикова на цвета носикова на цвела вот здесь вот тоже грязь вот здесь я промою так земля там и мы обрежем ей сейчас орхидейки вот этот ее длинный ствол я обрежу и так обрезаем хочу также смотрите обрезать цвета нос потому что уже все орхидейки он не нужен я вот я думаю как бы его обрезать ну вот так вот наверное вот так обрежем наш цвета нос так как он будет тянуть все питательные вещества он не нужен вот если раскуклиться почка и будет там опять цвета нос он не нужен смотрите дальше мы укоротим стволик стволик будем укорачивать вот так смотрите такой кусок целый отрезали смотрим что там у нас ну столик конечно вставляет желать лучшего коричневый дальше конечно тут нечего обрезать о уже лучше уже лучше стволик смотрите смотрите полу хороший не хочется ж корешки хочется оставить хоть сколько-то корешков вот 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 смотрите стволик вот такой у нас сейчас попробую зарезать убрать это ну дальше резать нельзя потому что здесь корешочки намажем наверное зеленкой эту часть конечно мне вот это вот черненькая не очень нравится все как могла срезала все коричневая на основанию основания орхидейки смотрите зелененькая хорошенькая как могла обрезала остались у нас вот такие корешки на ней есть такие которые хотели тронуться в рост раскукливаться но я думаю они смогут вот вот этот вот этот вот и еще вот вырос корешок желтенький он тоже может пойти я хочу сейчас замочить орхидейку в препарате сейчас выберу какой препарат и замажу вот это место фунгицидом топуджином топуджиновая паста это вот так вот поставим замочим в препарате листики так как корешков немного я замочу только лист листики я думаю это будет ради фарм сейчас все возьму приготовлю намазала я шейку наши орхидейки пастой топуджин м это системный фунгицид он борется против корневой стволовой листовой гнили фузариоза намазала шейку будет засыхать и сейчас мы ее замочим в растворе смотрите я взяла литр теплой водички погрела в микроволновке сейчас мы сюда эту водичку литр водички выльем в наш наша кашпо добавим ради фарм это биостимулятор развития корневой системы он на основе растительных компонентов добавляем его можно от 1 миллилитра до 2 миллилитров на литр воды разводить но мы возьмем среднюю это полтора миллилитра я возьму сейчас отмерим туда вот так вот полтора миллилитра да вот полтора миллилитра как раз видно на литр воды это биостимулятор корневой системы также вегетативной массы он хорошо дает развитие возникновение новых корешков а также и возникновение листиков так все размешали добавили и сейчас мы нашу орхидей к будем замачивать в нашем растворе аккуратненько помещаем нашу орхидей ку все будет напитываться нашим чудо раствором минут на 40 пусть полежит таком растворе и как раз шейка у нас подсохнет потом мы ее будем сажать сажать это будет уже отдельное видео выйдет о ее посадке все всем спасибо за внимание пока пока до новых видео